Субтитры подогнал «Симон» 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 труда. Раз. Улучшить условия труда, это что, значит, там конкретные. Вот там-то заменить оборудование, потому что оно, так сказать, опасное, вредное и так далее. Оно не имеет такой, так сказать, не обеспечивает защиту от вредных условий и так далее. То есть надо это оборудование снять, другой купить и установить. Это денег стоит? Стоит. Кто будет платить? Работодатель. Если я работодатель, вы ко мне пришли с требованием говорить, что сумасшедшая, я уже запланировал еще один остров купить. А тут вы пришли с этими своими требованиями. Но если это требование, мне что-то надо делать. Если я отвечу положительно, то это значит надо раскошелиться. А вы видели желающих раскошелиться у хозяев современной жизни? Они даже с собой наличие не берут, потому что вдруг вы подойдете, попросите три рубля, скажете, у меня нету с собой, у меня все в долларах или на карточке. А карточка я дома живу. И все. То есть вы хотите их силой заставить. Я правильно вас понял, что вы хотите силой заставить? А какой силой вы можете? У вас одна сила. Прекратить работу. Но как прекратить работу? Если вы просто прекратите работу, то вы и будете уволены. Одна. А вы тоже хотите так же выступать против меня? Или вы будете уволены? А если вы все вместе? Можно уволить во время забастовки кого-нибудь? Во время забастовки никого уволить нельзя. Более того, в трудовом кодексе записано запрещено увольнение работников во время забастовки. Во время забастовки. Во время забастовки вы более защищены, чем в обычное время. Потому что в обычное время там по разным причинам можно уволить. А тут как бы мораторий накладывается. Пока забастовка не кончится, пока не разрешится коллективный трудовый спор. Уволить нельзя. Раз. Второе. Значит, требования связаны с повышением заработной платы. Они к чему сводятся? Вот если сейчас, по расчетам экономистов, за первый час труда рабочий вырабатывает эквивалент своей заработной платы. Остальные семь часов он работает, обеспечивает прибавочную стоимость капиталисту. Потом это перераспределяется дальше. В частности, из его зарплаты, потом из ему 13% она уйдет куда? В государство. А государство это что такое? В буржуазном обществе совокупный капиталист. Тоже капиталист. То есть уйдет туда, тоже в прибавочную стоимость. А пока оно вам ваше. Это ваши деньги. Но из ваших денег будет взять налог. Теперь вы давно в магазине были? Последний раз кто был недавно в магазине? У вас чек сохранился? Нет? В следующий раз посмотрите на чек. Там написано, в том числе, вот в этом, в любом чеке, когда вы выйдете из универсама, на чеке написано, там вы купили масло, там, булку, мясо, молоко, в том числе НДС. Вот до этой реформы, совместно с пенсионной, которая состояла, в том числе, в повышении НДС, как бы еще денег взять с народа. Значит, было два вида НДС. 10% на некоторые товары, а на некоторые 18%. А сейчас повышено. Вот я свежий чек не смотрел почему-то сегодня, вот был в магазине, да я не посмотрел перед лекцией. Посмотрите, сколько с вас взяли. А НДС налог на добавленную стоит. Кто-то добавил и с вас взяли. То, что вы последний, потому что всем работодателям могут потом по окончании квартала вернуть НДС. А вам никто ничего не возвращает. То есть, конечный потребитель, а конечных потребителей миллионы, миллионы. Работодателей, ну, сотни, ну, тысячи. А конечных потребителей, вот эти конечные потребители берут этот чек и бросают. Им говорят, хочешь в коробочку, хочешь с собой бери, куда хочешь. Но в любом чеке, вот вы пойдете теперь в магазин, посмотрите, в любом чеке написано, в том числе НДС. То есть, с вас взяли, вот они игрались в это добавление. Не так дело было, что вот, скажем, закончили процесс производства, получили прибыль. Из прибыли рассчитались капиталисты с государством и все. Нет. А уже по ходу дела, так сказать, добавляли, так сказать, налог убрало государству. А потом отдавало работодателям. А вам никто ничего не отдает. Вот вы последний в этой, а последний, значит, как говорится, вы за все расплачиваетесь, за всех в итоге. Вот это НДС, поэтому вроде была такая большая борьба, связанная с пенсионной реформой одновременно. И еще отжали у трудящихся определенную сумму денег с помощью повышения НДС. Трудящиеся на это даже особенное внимание не обратили. Точно так же, как они не обращают внимания, за что там в этом чеке написано. Почитайте. Почитайте чек. А раз, как вы совершенно правильно сказали, вы эти требования будете настаивать на них до момента забастовки, а забастовка бывает удачной или неудачной. То есть, допустим, а почему она может быть неудачной? Во-первых, она может быть неудачной, потому что вот призывали, призывали, организовывали, организовывали, а у вас вышло не 52% работников на забастовку, а 49%. Получилась забастовка? А раз забастовка не получилась, меньшинство, то это вообще не забастовка, а что? Так это вот одни работали, другие не работали. У тех, которые не работали, их можно увольнять. Правильно? То есть, поэтому забастовка это не такая вещь, в которой можно играть. Вот мы сейчас объявим, а забастовка, напишем. Уже некоторые пишут плакаты. Где-нибудь соберутся и говорят, это забастовка. И какая-то не забастовка. Забастовка это тяжелое дело. К нему надо прийти, и самое трудное в этом деле, не борьба с работодателем, а борьба за то, чтобы дружно коллектив в этом участвовал. А если коллектив не будет в этом участвовать, поэтому спешить с объявлением о забастовке вообще не надо. Говорят, ой, как долго это делать, эту всю процедуру, и хорошо. Вот что долго, постепенно народ привыкнет. Поэтому я, например, настоятельно советую по этим же требованиям, прежде чем вы выделите их как требования, по этим вопросам, не как требования, а как, вот давайте обсудим, провести коллективные переговоры. И когда люди будут, вы будете три месяца переговариваться, освобожденные от работы, с оплатой по среднему, там группа четыре или шесть человек, кого выделят в коллектив, тоже надо будет собрать конференцию, послать своих как бы делегатов на переговоры. И вот эти делегаты будут ходить и докладывать. И им не надо переговариваться все время. Два часа хватит поговорили в эту неделю, а дальше ходи по бригадам, по всем, по отделам и рассказывай. Вот и это объясняли, и это объясняли, и то, что вы спросили, тоже сказали. И что? И все нам говорят, нет, невозможно, мы бедные, мы несчастные, у нас денег вообще нет. Сколько у вас денег? Покажите. Не покажем, потому что это военная тайна. Я многократно присутствовал на переговорах в акционерном обществе первого контейнера терминала в качестве консультанта. И каждый раз, товарищ Федотов, который первый заместитель председателя правкома этого первого терминала, ставил вопрос, вы согласно закону обязаны предоставить данные, необходимые для переговоров о финансовом положении предприятия. Вы же говорите, что оно тяжелое. Давайте, раз тяжелое, давайте мы вместе с вами будем плакать и друг друга жалеть. Причем мы будем вас жалеть. Они не дают ни за что. Военная тайна. Я тогда вступил, говорю, ну хорошо. Ну не говорите, какие у вас там результаты. Ну хоть вот прибыль у вас-то так, или так, или так. Он говорит, вот так. Что я говорю? Так он испугался, что его уволят. За выдачу военной тайны. То есть кто вам из заработодателей расскажет, какая у них прибыль? Да никогда. А ответственность, какую они несут за нарушение этого вот пункта. Чтобы узнать ответственность, куда надо смотреть? В трудовой кодекс или не в трудовой? Надо смотреть в другой кодекс. Вот недавно я читал статью моей однофамилицы Анны Поповой. Не знаете такую? Анна Попова – это главный санитарный врач России. Она рассказывает про фальсификат. Говорит, мы время от времени выясняем, начинаем искать предприятие по тому адресу, которое написано на упаковке. Приходим, а там пустырь. Пустырь. Нету-то молочные продукты особенно пользуются. Люди такой возможности какие-то. Вот вы кушаете как бы молочный продукт, как у нас один товарищ купил в Ленинграде, купил творог. Какой-то странный творог взял он и стал его жарить. Думаю, он пожарил на всякий случай. Он взял весь, впыхнул, сгорел. Спрашивается, и что он был сделан? А теперь уже не установишь, что сгорел творог. Зола. Все вы взяли, что это молоко, если написано молоко. Вот Козьма Прутков, а это коллективное название для целого коллектива юмористов, он говорил, что если на клетке слона написано надпись «Буйвол, не верь глазам своим». Если написано молоко. Я тут буквально с дуру, так сказать, был в Сестрорецке, зашел и думал, о, куплю-ка я сметану. Написано сметанка, я цап эту сметанку. А ведь я знал, дурак, что если написано сметанка, то это не сметана. И вот, значит, иду я на кассу, что-то с меня в деньги брали. Я посмотрел в чек, хоть как вас агитировал, смотри в чек, а там написано «Растительно-молочный продукт». Я говорю, что такое, я не брал. Как же вы не брали? Не брал. Как же не брали? Вот написано «Сметанка». Так это растительно-молочный продукт? Нет, этого мне не надо. А что вы хотите за такие деньги? Да я ни за какие деньги не хочу вот это. Ни за какие. Я вот, заберите это все назад, я пошел и пошел взял сметану. И вам могу сказать, если написано не сгущенное молоко, а сгущенка, это точно не сгущенное молоко. 100% не сгущенное молоко, если написано «сгущенка». Потому что, если требуется написать «сгущенное молоко», если это молоко, а кремлевское масло, там точно нет никакого, от сливочного масла и там и запаха нету, красных таких прямо, и Кремль нарисован. Или написано «молочно-растительный спрет». Спрет – это ужас, что, так сказать, смесь какая-то, вода с жиром, затвердевшая. Знаете, как делать? Вот эта мечта вообще была всех продавцов продукты, так сказать, как-то их, увеличивать их объем, чтобы потом кладь себе в карман деньги. Например, если вы продаете сахарный песок, что нужно делать? Ведро воды поставьте с собой, рядом с мешком сахара, и у вас вес этого сахарного песка будет больше. Ничего больше не надо делать, просто пусть стоит в ведро. И вы продадите, и уже больше вы их продали, чем вам принесли. И вы это можете положить себе в карман. Только не говорите, что я вас научил, а потом скажете, что вы тут преподаете. Или у вас слишком хорошую сметану привезли, но ничего, она хуже не будет, если немножко пару литров туда молока влить, правда? И размешать. Вы можете определить, вы вливали туда два литра молока, или нет, когда бидон со сметаной? Не можете определить. А вот единственный поганый продукт, это масло подсолнечное. Его сколько не смешивай с водой, крути, не крути, все равно потом опять масло наверх, а вода внизу. Но нашли способ, народные умельцы, наша наука не стоит на месте, и нашли способ, как соединить воду с растительным маслом. Знаете, нет? Вы думаете, вы такой не потребляете продукт? Напрасно вы так думаете. Вы такое как раз сплошь и рядом потребляете. Надо иметь эмульгатор, третий элемент. И тогда вы можете получить мягкое масло так называемое. Например, рама. Там прямо так и написано. Только мелко-мелко. Я могу прочитать, как человек близорукий. Там написано. А человек в дальнозорке, он по-будто смотрит, ничего не почитает. Да и никто и не читает почти. Люди так сразу берут и едят. Там написано состав. 60% воды. И 40% растительного жира. Вот из чего состоит рама. Причем честно все написано. Никаких претензий. Только мелко. Ну кому надо тут просчет. Я же прокидал. А в чем фокус? А фокус в том, что оно состоит из больших молекул. А большая молекула сделана так. Одна молекула растительного жира и две молекулы воды. Ображают большую молекулу. И у вас вместо растительного масла жидкого получается такой хороший продукт. Хорошо, у меня теща очень с удовольствием себя добрала. Сколько я ей не объяснял, что это ничего общего с маслом не имеет, мне не удалось. Не хватило мне ни знаний, ни красноречия, ничего. И так далее. Вот мы находимся в таком общественном пространстве и находимся в такой жизни, в которой люди, которые получают семь восьмых того, что создают трудящихся, они пытаются трудящихся разным образом обмануть. В том числе записывая в Трудовом кодексе то, что не соответствует правде. В Трудовом кодексе что называется зарплатой? Вы читали Трудовый кодекс? Вот вы сейчас выбегаете читать Трудовый кодекс. Я правильно понял? Ну, в следующий раз я вас спрошу. Что называется зарплатой? А вы у нас не подсказываете. Из-за вас у нас нет самостоятельности у студентов. А это важно, выработать самостоятельность. А вы все время, только они начинают, почти уже дошли, и все испортили. Значит, вознаграждение за труд. Значит, вы работали восемь часов, вам дали восьмую часть того, что вы сделали, и говорят, вот вам вознаграждение за ваш труд. Так это грабеж. А на самом деле, что такое заработная плата? Есть тут люди, которые читали «Капитал Маркса»? Товарищи студенты. Ну, хоть листали, нет? Ну, знаете, кто такой Маркс, да? Даже анекдот по этому поводу. Все это говорит какой-то экономист. Как наша тетя Зяма? Нет, наша тетя Зяма старший экономист. Так вот, этот экономист Маркс дал определение заработной платы. Зарплата – это цена рабочей силы. Цена. А рабочая сила, вы знаете, у вас есть рабочая сила? Ну, ладно, у вас, допустим. А у меня есть рабочая сила? Есть. Есть? Да. То есть, вы хотите сказать, если сейчас меня вывезти и поставить, копать, скапывать газон, то я смогу скопать. Потому что рабочая сила – это определение глубоко материалистическое. Рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются в ход всякий раз при производстве каких благ? Материальных благ. А если я или мне подобным буду доказывать, что это вот я сейчас расходую свою рабочую силу, Маркс бы сказал, Михаил Васильевич, ну что вы тут говорите? Это же самоосуществление индивиду у вас. То есть, это духовное развитие идет. Вы же общаетесь со студентами. Это же одно удовольствие. И вы хотите за это удовольствие, что вам платили. Вам платят жалования, и то будете довольны. Жалования. Пожалуют вам государство за то, что вы это делаете? Только не изображайте, что вы что-то материальные блага какие-то созданы. Хотя говорят, что наука стала непосредственной производительной силой. И все вот некоторые ждут, что у меня, значит, ну я все-таки в науке же, у меня докторская степень есть. У меня вот должны выскакивать жареные рябчики. Вы не пропустите этот момент. В какой-то момент вот он будет, наверное. Но пока еще не было. Я все тоже жду. Хотя ссылаются один раз на одну выдержку из Маркса о том, что есть такая выдержка. Наука становится непосредственной производительной силой. Но это называется усеченная цитата. Она как раз полностью переворачивает смысл ее. А смысл такой полностью. Воплощаясь в основном капитале, то есть превращаясь не в средства производства, наука становится непосредственной производительной силой. То есть наука только тогда становится непосредственной производительной силой, когда она воплощается в машинах, механизмах, вот тогда да. А так она, всеобщая, общественная производительная сила. Без науки ничего не делается. Но наука, чтобы выразилась во что-то, она должна сначала превратиться в средства производства, воплотиться в них. То есть есть непосредственные производители, а есть люди, которые им помогают, советуют, разъясняют, обучают и так далее Я вам могу очень подробно рассказать, что такое мясо Но от этого вы сытыми не станете Я думаю наоборот, может в один прекрасный момент, если это затянется и уже пройдут дни Наброситесь меня и съедите, поскольку все равно вы знаете, хоть он и преподаватель, но из мяса состоит И этим наполнено наше право Поэтому если вы хотите узнать, а какая ответственность за то, что не предоставляется на переговорах Данные, которые должны предоставляться на переговорах, а в финансовом состоянии предприятия Открываем уголовный кодекс, нету там ничего Кодекс об административных правонарушениях тоже ничего А больше и все, больше ничего и нет А вот Анна Попова в российской газете объясняет, что там фальсификат, там фальсификат Или это какое-то строение, в котором полуразрушенное, в котором ничего нет Или это чистое поле и так далее А адрес стоит, там можно прямо приехать, посмотреть и так далее Но нету в кодексе об административных правонарушениях ни ответственности за фальсификацию То есть если продукт содержит черте что, и вы купили это черте что за свои деньги, которые вам дало государство, скажем, стипендию Никакой ответственности эти жулики, которые делают этот фальсификат по сегодняшнему нашему праву Не несут вообще, о чем и сказала главный санитарный врач России Поэтому вы сами читайте, сами думайте, выбирайте, смотрите, читайте, изучайте Я, например, человек просвещенный в этом, я предхожу к Анастасу, где колбасы И начинаю читать, есть ли где мясо Хотя бы говядина и свинина И сразу обнаружили, что есть из курицы, например, сорокопченая колбаса А, потом в колбасе есть бамбук, вы любите бамбук в колбасе? Нет? Здесь был оксид кремния в пельмене А? В составе оксид кремния был в пельмене Ну так это песочек Песок Так а что с вами будет? Ничего плохого не будет, прочистите себе кишки песочком-то, пусть протрутся То есть самое-то интересное, нет никакой ответственности Поэтому в этом и сложность, то есть товарищи вышли на переговоры И вот вы должны по ходу этих переговоров докладывать своим работникам Тех, кто вас выделил, для чего? Ну, чтобы они иллюзии такого рода, что добрый ваш дядя, работодатель Вам без забастовки И это отдаст, чтобы они их изжили Вам три месяца хватит на эту работу? Хватит? Вам государство на эту работу дало три месяца Правда, оно не сказало, что в этом состоит работа Я вам докладываю, что в этом именно состоит работа тех, кто Вас не для того, чтобы вы пили чай с работодателем Или что-то там говорили Это никого не интересует Ничего из этого не выйдет Никак вы не можете меня убедить, чтобы я вынул три миллиона из кармана Ну как вы меня можете убедить? Каким таким красноречием вы меня собираетесь убедить? Да никаким А если я миллиардер? Это сколько? Вот миллиардер это Миллиард, это сколько миллионов? Скажите, пожалуйста, сколько миллионов? Миллиард Сколько? Что-то молчат Вы что-то в арифметику-то проходили Ну как вы будете миллиардер, биллиардершей Когда не можете вы сказать, что такое миллиард А, а потом выяснится, что вы берете, берете, берете А потом выяснится, что это больше миллиарда Потому что вы не знали, вам все мало кажется Мало, а оказалось много Ну что такое миллиард? Тысяча миллионов Тысяча Вот сколько надо, скольки людей Надо забрать у каждого по 7 восьмых их труда Чтобы стать миллионером А потом еще надо умножить на тысячу То есть армия людей должна на вас работать Армия Чтобы стать миллиардером И вы хотите, что вот если я стал миллиардером Что вы сели, со мной разговариваете Ну я чай могу вам налить? Могу и водички принести Поставить Ну пусть пока поговорят Откладывается вопрос вашей забастовки Потому что вы надеетесь В переговорах То есть могла бы забастовка быть раньше А теперь будет позже Поэтому я могу и дать этой водичке Но Весь смысл переговоров состоит в том Что одними разговорами ничего не получишь И никто и не получил Если у вас есть Если вы В итоге своих занятий И у кого-нибудь узнаете Что кто-нибудь Когда-нибудь Где-нибудь Просто Коллективными переговорами Что-нибудь получил от работодателя Вы мне скажите Я буду во всех лекциях Это приводить И вашу фамилию Все время упоминать Как того человека Который такое ценное Сведение добыл Потому что я При том что я уже много лет Президент фонда рабочей академии С 1994 года И консультантом Являюсь российского комитета рабочих И консультантом портового комитета Морского порта Санкт-Петербург И так далее Я таких случаев Не знаю И если вы мне это покажете И докажете Я буду премного благодарен Вот Поэтому Вот эти требования Они Вот они должны выстоять Во время переговоров И уже к моменту Когда они выставляются Как требования Уже народ настроен по-другому Он уже знает Что никакими разговорами Никакими разговорами Никакими переговорами Он этого не получит Почему? А потому что уже было А потому что это изжито Не теоретически Не от того Что какой-то вроде меня Прочитал им лекцию Или вы им прощете лекцию И расскажете Что не получится переговорами Ну как это не получится Надо поговорить Поговорить Поговорили три месяца Получили? Не получили Вот тогда другой разговор То есть Не руководители должны прийти к выводу Что надо бастовать А рядовые работники Потому что бастовать будут Не руководители А если это освобожденные Просоюзные работники То у них самая работа будет Потому что Потому что Их работа Организовывать забастовку А вовсе не бастовать Во время забастовки Они должны Дневать и ночевать На предприятии Вот Следовательно Вопрос о требованиях Требования должны быть такими Что такой длительный период Они должны стоять Поэтому такие мелкие требования Что за январь Или за февраль Выплатить зарплату Даже и не надо туда включать Ну как вы знаете Молоко Если оно Нормальное А не нормализованное То оно через Двое суток Скиснет А если у вас Не скисает молоко И стоит И стоит И стоит Это молоко Что-то туда добавили Поэтому здесь Это требования Должны быть такие Что они И по завершению забастовки Будут как Историческое воспоминание Важное Что это вот Был этап Вы улучшили условия труда Вы повысили заработную плату Вы Сократили рабочее время То есть Это вы получили Какие-то завоевания Изменения В своей жизни А не изменения В разговорах В написании Вот что такое Поэтому Я почему-то Так и лекцию назвал Содержание Социальное В конституционном договоре Что мы Вот больше Бастовать не будем В связи с подписанием Этого договора Что по этому поводу Сказать Ну Я хотел сказать Дураки Но это вроде как Нехорошо Как бы Но это люди Политически неграмотные Потому что Как же можно От своего права На забастовку От конституционного права Отказываться Из-за подписания Какой-то бумажки То есть Надо записать Что в соответствии С принятием Вот этого положения По этим вопросам Которые сейчас Урегулированы Мы Бастовать не будем А насчет других вопросов Как вы взяли И от права Отказались Да вы что С ума сошли Да ваше право Больше весит Чем все ваши Вот эти вот достижения И сплошь и рядом Такая штука бывает И вы же записали себе Ну и все Говорю Ну вы теперь написали И сидите теперь с носом Ни с чем Так Значит понятно Что это Долговременные требования Они тут Дойдут до конца И может вы выиграете Может вы вы не выиграете А поэтому вам надо подумать Как выиграть А поэтому вам надо подумать Что еще кроме забастовки Вы будете предпринимать Это отдельный вопрос Поскольку содержание Вашей забастовки Не в том Чтобы вы выделили требования А победить В этой борьбе За эти требования Я правильно понимаю Выиграть То есть если у вас Нету задачи выиграть Тогда это у вас Зачем вы это конфликтуете Если не собирались выигрывать Зачем вы будете со мной конфликтовать Если вы не собирались Получить отлично И сказать Как это вы меня поставили Я правильно все отвечала А вы мне поставили мало Что это такое Вот эти вопросы Какие-то шутки Неуместные и так далее Михаил Васильевич Это безобразие Ставьте нормальную оценку Если вы не уверены были Все за мной Так разговариваете То есть надо настроиться Как следует На борьбу Значит содержание Коллективного трудового спора В победоносной борьбе За выдвинутые требования В победоносной борьбе За выдвинутые требования А не просто Я боролась И что А меня победили И что хорошего Что вы докладываете Что вас победили Почему вас победили Почему наша армия Выиграла во Вторую мировую войну А вы в какой-то там Вшивой борьбе За мелкие такие штуки И не победили Ну что это такое Так Есть такой анекдот Как один товарищ На трибунах все время волнуется Значит играем С немецкой командой И проигрывает Тот говорит Ну что творится Что творится А мы же в свое время У них выигрывали Мы в Сталинграде выигрывали На Курской дуге А другой говорит Хватит кричать Другой тренер был Тренер был другой Отсюда вопрос Надо значит Очень глубоко подумать Над тем Какие требования выведены То есть Это не пустячок Надо очень глубоко подумать И вот тут задача конфликтологов Какую-нибудь пустышку Не выдвигать В качестве требования Есть у нас К сожалению Широко известные Примеры Когда Организации Вроде бы и солидные Зарегистрированные Выдвигают требования Пустышки И ходят с ними Как дураки С писаной торбы Пример Сейчас приведу Значит Есть такая партия Зарегистрирована Не так давно Ротфронт Даже я участвовал В том Чтобы помочь Ее регистрации По просьбе И вот эта организация Ротфронт Придумала Что надо Раз мы зарегистрированные Это мы Как зарегистрированная партия Можем попытаться В Думу Что-нибудь внести Тем более Что у нас есть депутаты Оказалось Что в Карельском Законодательном собрании Есть такой депутат Который Является членом Ротфронта И он может Предложить А Карельское Законодательное собрание Вполне возможно И проголосует А раз оно проголосует То значит Используя Вот это право Законодательной инициативы Можно будет Изменить Так он И вот Начали со мной Советоваться Как с президентом Фонда И консультантом Российского комитета Рабочих А что предложить Я говорю Предложить можно Вот там написано В статье 134 Трудового фотоса Повышение Обеспечение Повышения Уровня Реального содержания Заработной платы А на какой уровень Повышения нету Ну давайте Выскать Какой нибудь Запишем Уровень Не ниже Там скажем 3% Сверхинфляции Да Тогда это повышение А если будет На 0,0000000 Повышение Реального содержания Зарплаты То тогда Нечего затевать Эту всю бодягу Вы будете Там вносить Законодательное собрание Будет голосовать Потом вы будете В думе вносить Потом депутаты Будут рассматривать Потом это будет Двигаться Потом будет первое чтение Потом второе Потом третье Потом выкинут Это все То есть Пускать Дальнюю дорогу Надо что-то надежное Ну вот Скажем Такое хотя бы Повышение реального Там написано просто Государство гарантирует Повышение В 130-й статье Повышение уровня И реального содержания Зарплаты Государство гарантирует То есть у вас Если у вас Была Допустим Типендия 1450 То будет 1450 И одна копейка А потом 1450 И 2 копейки И 100 лет будет И у вас уже не будет И у студентами Давно уже вы не будете А все это будет Это все повышаться И так она не дойдет До 1 рубля До 400 1451 То есть если мы Формально к этому Подойдем Повышение реального Содержания Имело место? Нет Надо чтобы было Если инфляция 4% Значит для повышения Рального содержания Надо чтобы было 4 и там 1 десятитысячная Процента Повышения Вашей стипендии Тогда она будет Реальное содержание Будет повышаться Правильно? Больше можно купить Вроде как И что вы думаете? Все сказали мне Они сказали мне Спасибо И потом Приезжают на заседание Российского комитета рабочих Чтобы российский комитет рабочих Поддержал инициативу Фродфонта О повышении Реального содержания Мы сразу говорим Дайте бумагу Бумагу не дают Так рассказывают Нет, говорю Так не бывает С законами И законопроектами Без бумаги Никакие законопроекты Никуда не вносятся Бумагу нам не дали А потом Когда мы уехали С заседания Российского комитета рабочих Бумагу все-таки Мы с них выстребовали И выяснили И три раза напишите обязательно Или вы три раза скажете Халва У вас от того, что вы три раза скажете Халва Слаще во рту Не станет Поэтому это совершенно и бессмыслица Если бы вы хотели Что-то сделать обязательно Надо было не сюда вносить А в уголовный кодекс Скажем Если вы не обеспечиваете Допустим Индексацию То значит Пять лет Строгого режима А если Или Пять миллионов берут С работодателя А если Это было Родфронт ЛДПР Сраведливая Россия КПРФ Внутровочное единство Всех классов Какие есть И классы Которые эксплуатируют И классы Квартии Которые представляют Класс эксплуатируемых И эксплуататоров Соединились Внесли Донесли Думу А члены Единой России На это Не пришли И не прошло И все Потому что Две трети Думы Это члены Единой России И поэтому Вот с такими Инициативами С пустыми Нечего туда ходить А зачем тогда ЛДПР КПРФ И Справедливая Россия Поддерживали А им же нужно вести Голосоване Доказывать Что они за народ Они доказали Что они за народ И в то же время Никто ничего не сделал Так что Никому они не навредили Капиталистам И близкие к народу Оказались И сейчас то же самое Почему так активно Вот сейчас ЛДПР И Справедливая Россия И КПРФ Выступали против Пенсионной реформы Потому что Они знают Что она пройдет Почему пройдет Потому что Две трети В Думе Члены депутата Единая Не только могут Принять такую реформу Они могут Конституционную реформу Принять Потому что Для Конституции Надо две трети Голосов А раз То для них То да И для ЛДПР И для Справедливой России Это просто Способ к будущему Выгодно подготовиться А зачем надо К ним готовиться Потому что В партии При голосовании В Думу За При удачном Голосовании За каждый голос За каждый голос Получают 152 рубля От государства По закону О политическом партии Вот если за вашу партию Проголосовалась То Миллион Сколько Вы получите 152 Которые мелкие Подписи Подписи Подпишите Поэтому Миллиардер Прохоров Очень быстро Собрал Голоса За то Чтобы он Был зарегистрирован Кандидатом В президенты Другое дело Что его никто Не выбрал Потому что Он еще раз Ставил по всей стране Большие билборды На которых Какие-то Глубокомысленные Фразы Написал Смысл которых По-моему Не ясен Ни ему Ни тем Кто читал Я несколько раз Пытался разобраться Но видимо Мне образования Явно не хватает Ну мы с вами Должны реальную Картину видеть Мы же конфликтологи Нам Не просто Нам все это Раскрасишь Так и выдашь Мы же должны Углубиться В самый суд Вот Отсюда следует Что Надо очень крепко думать Над Инициативами Более того Начались выборы Президента Компания По говорам президента И вот Дорогой Родфронт Не посоветовавшись С товарищами Которые бы Отсоветовали Взял и выдвинул Короновщицу Кировского завода На пост президента А что такое Пост президента Означает У нас какое Государство сейчас Какого класса Критян Рабочих Какого класса При катаризме Это какой класс У нас главный Я рабочий В буржазии В буржазии Вот А что такое Государство Вспомним Давайте с вами Философию Которую мы с вами Изучали И получили Отличные оценки Большинство сидящих Согласно Согласно учению О государстве Государство Обеспечивает Диктатуру Правящего Класса Диктатуру Буржазии Значит Если вы Избираете Президента Президент Это кто такое Это Белорусное лицо В системе Диктатуры Буржазии Правильно Что он должен делать Отсуществлять Диктатуру Буржазии И что Партия Она претендующая На партию Трудящих Катерна Подсуетиться И найти Такого Из трудящихся Человека Которая Была бы Как бы Из рабочих Чтобы Как вот Горбачев Он был же Помощником Комбайнера В свое время А потом взял И развалил Советский Союз Зато он здорово Втирался людям В доверие Конечно Хорошо иметь Такого президента Который был бы Близок Прямо к народу И душил бы Этот народ Правильно Это правильно же будет С точки зрения Правящего клада Его товарищи Выдвигают Кроновщицу И что это Кроновщица Ее не зарегистрировали И уже в процессе Регистрации Когда еще Регистрация Продолжалась И так Не удалась Регистрация Уже успела Написать письмо Президенту Чтобы Сделать Индексацию Обязательной Давайте мы Рассмотрим Этот пример На предмет Того Можно ли Это делать Вообще В какой-нибудь Серьезной Забастовке Требования Что такое Индексация Кто-нибудь Может сформулировать Индексация Зарплаты В чем состоит Отскажите Вам надо Сформулировать А то вы Собираетесь Уйти А так С собой Унести Истину Истину Здесь Оставьте А потом Уходите А индекс Инфляция То есть Не больше Это когда Повышение Вот весь год У вас Понижается 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 Реальная Зарплата Почему Потому что Цены Повышают 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 И у вас Вот как сейчас 4% Закладывает Центробанк Это он только Подталкивает А дальше Идет само Уже Так Значит у вас 2% Потому что Треугольник Такой Получается График 2% Доходов У вас Забирает Те кто Это организовывает Правочий класс Забирает Куда Не пропадает Что это просто так Если оно От вас Убыло Оно и приплыло Правильно Куда-то прибыло Забирает 2% И потом Индексация В начале года Раз И снова Повышается На этот индекс И начинается Новый год И опять Потом опять Так Пилу Видели Вот такая пила Только бывает Пила Так сказать Она уменьшается А здесь ничего не уменьшается Зубья такие Все одинаковые И всю жизнь Сначала Вроде вам разом повысят На тот уровень Который у вас уже был То есть Другими словами Если посмотрите На эту пилу И тогда вы должны Делать Что никогда Жизнь не улучшится Никогда И это с этим требованием Выдвигает Трудящийся Пожалуйста Мы требуем От вас Чтобы наша жизнь Никогда не улучшилась Она то ухудшилась То опять Вернулась На прежний уровень Сизиф Известный герой Эпоса Греческого Камень закатывал 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 А потом этот камень Опять скатывался И что он делал? Опять закатывал А потом Опять скатывался И это опять закатывал И это вот Серьезные люди Или изображающиеся Политическую партию Ротфронт Предложили И написали президенту Вы пожалуйста Позакатывайте Пожалуйста Снова этот Дайте нам Позакатывать камень Который будет Обратно скатываться И это такое требование Мало того Предложили кандидатуру На пост того Кто будет осуществлять Диктатуру буржуазии Ну вот если я буржуазии То это нормально Если я предлагаю Какую-то кандидатуру На пост Высший пост В системе Диктатуру буржуазии Ну как партия Которая Себя определяет Как партия Вроде трудящихся Предлагает А это очень здорово Если бы трудящийся Определял Или осуществлял Диктатуру буржуазии Это лучше бы Воспринималось Трудящимися Правда? То есть Кому помогает Это Такое Предложение Оно предлагает Помогает тем Кто осуществляет Эту диктатуру Вот и все Поэтому Поражаешься Что люди Может вы Скажете Что я очень подробно На этом останавливаюсь Я бы не останавливался Но я чувствую Что То ли это не ясно людям То ли это Они на эту тему Не думали То ли не в состоянии Обстоятельно Подумать И сделать для себя Выводы То ли Они думают О другом Как бы Они Как бы Им только взлететь Как известно Каждый карьерист У него цель Какая Подняться выше И наверное Наверное вы наблюдаете Вот почему У нас происходит Очень многие Такие Процессы Селок Поднимался Поднимался А потом раз И в тюрьму Вот у Люкаев Он же Министр экономического Развития Был России Да А где он сейчас А в тюрьме Вы не хотите Быть министром Но не с судьбой Люкаева Правильно Если будете Министр Вот Или вот Губернатор Сахалина Хорошавин Миллиард 480 миллионов Наличные Получил Причем Зашли к нему В кабинет И все это Разложили По пятитысячными Прямо Весь пол Ковер У вашей квартиры Такого нету Площади Такой Чтобы поместилось Это все Губернатор Сахалина Сейчас Отбывай Белых Два миллиончика Взятку Хотел взять Но Попался Из Кировска А он вообще Был Лидер правого дела Потом пошел На государственную службу Но старое Не бросил Спрашивается А в чем дело А в чем дело Что такое Вот Почему так получается Подумайте сами Какой сейчас В буржуазном обществе В капиталистическом Главный принцип Вот приоритет Общественных интересов Или личных Подумайте О чем я должен думать Как преподаватель О вас Или о себе У нас общество Какое Буржуазное Правильно Приоритет Какой у нас Проглашен Личных Или общественных Интересов Личных И вот представьте себе Я вот С приоритетом Личных Дослужился До министра Что я должен О чем подумать Когда я Министром стану Вот Золотые слова Я должен подумать О себе Ну а что-то я еще Сделаю для страны Не беспокойтесь Я это не то Что я только Свое делаю Я чужое тоже делаю Но главное Это свое Вот вы сейчас По своим делам Пойдете Вы не министром Хотите стать Нет Ну вот Какие-то у вас Есть дела Но не надо Раскрывать Потом вы расскажете Если победите А если нет То нет То есть Это То что Люди Идут на такие Преступления Это случайно Или не случайно Это не случайно То есть Если в обществе Принцип Приоритета Общественных Интересов Заменен на Принцип Приоритета Личных Интересов Ну а что вы хотите Еще Ничего-то другого Не может быть И поэтому И сажают И сажают И сажают И сажают Вроде как И ни за что Люди осуществляли Главный принцип Вы посмотрите На конверты Почтовые Там же как Написано Там Попову Михаил Васильевич На первом месте Неужели Эти вот Сортировщики Почты Начнут искать Меня С фамилией Нет Дальше написано Что дом Такой-то Улица Такая А потом Город И потом Россия В конце И эти самые Почтовые Работники Снизу Вверх Начинают Читать Но я Еще Понимаю На фарсе Читают Справа Налево Снизу Вверх Читают А все равно Приходится Сначала Город Надо В какой Отправить Письмо Потом Какую Улицу Потом Уже Какой Дом А потом Уже Иванов Петров Илья Где их Вообще Не Интересует Иванов Петров Илья Квартиру Кинут По номеру Квартиру И все Нет А изображают Ну так если это идет Сплошь и рядом Везде Декларируется Что у нас Приоритет Личных Интересов И вот я Обогащенный И я Капиталист И вы думаете Я просто так Соглашусь На ваши требования Ну вы подумайте Сами Ну это не серьезно Товарищи Конфликтологи Вы же пошли В конфликтологи Вы же знаете Что без конфликта Не проживешь Если бы вы думали Что у нас нет Никаких конфликтов И не будет Что это бесперспективно Вы бы не пошли сюда А вы пришли Это доказательство Одно косвенное доказательство Того Что конфликты У нас есть В нашем обществе И будут Так что не расстраивайтесь С конфликтами У нас все будет хорошо С разрешением конфликтов Хуже А с конфликтами Отлично Итак Итак Требования следовательно Если главное содержание Или основное содержание Социально-нотравового конфликта Это борьба за требования Не берите Требования пустые Требования быть Очень глубокие И вот хочу вам сообщить Что вот Как раз в эти дни Ближайшие субботы Воскресенья Состоялся Состоялся Сделался семинар По рабочему движению Федерации профсоюзов России И фонда рабочей академии Российский комитет рабочих В Нижнем Новгороде Где рассматривался Собственный вопрос О том За что бороться Это вот Обсуждали люди Два дня Рабочие Из разных регионов России Приехали Обсуждали За что бороться Ну и выяснили Что надо во первых Бороться за Меры По улучшению условий труда Конкретно В своих решениях Записали Что надо Менять оборудование На такое Которое уменьшает Вредное воздействие На человека Которое ведет Или к травматизму Или к улучшению здоровья Или к обеспечению монотонности И так далее И тому подобное Раз Второе что нужно Но поскольку Условия труда У всех разные А какое единое требование Можно выставить Которое сразу Улучшает условия труда Сразу Какое вот требование По всем параметрам Сразу И по охране труда И по монотонности И по тяжести И по загазованности И по запыленности Что это за требование И все пришли К такому выводу Что это требование Сокращения рабочего времени И не вообще сокращение На одну минуту Можно же такое тоже сделать Давайте потребуем На одну минуту Сократить рабочий день На одну минуту Никто не будет сокращать Скажем Мы замучаемся считать На шесть До доведения Рабочего дня До шести часов Сейчас у нас Три смены По восемь часов А будет четыре По шесть Плохо Что если вы будете работать Когда будете работать Не три смены По восемь А четыре По шесть Будете раньше Приходить домой Больше заниматься Больше Лучше развиваться И так далее Семья Дети И так далее Все это требует Время И свободное время Это по определению Что мы это разбирали Что такое свободное время Вот И все знают Время для свободного развития То есть на два часа У вас будет больше времени Для свободного развития А на какой стадии Находится сейчас Мировая экономика На той стадии Когда Уже этот вопрос Перезрел То есть у нас Настолько выросла Производительность труда Что положение Положение в экономике Не только не ухудшится А улучшится Если люди перейдут Шестичасовому рабочему дню И вместо Трех смен По восемь часов Будет Четыре смены По шесть Перспектива Там дальше Кроме четырех По шесть Можно шесть Смен По четыре И двенадцать По два Часа Правильно Нет Тут говорят Вот у нас роботы Ну если у вас роботы Так в чем дело Ну в чем дело Давайте Сокращайте Нет Они вместо этого Что делают Гастарбайтеров Нанимают И удлиняют Рабочий день А зачем А если удлинить Рабочий день То поскольку Работодателю Приходится налоги Платить В том числе Отчислять в пенсионный фонд От количества У него Зачисленных работников Чем меньше работников У него Тем меньше отчислений Тем меньше уходит У него Из прибавочной стоимости Поэтому он очень Не заинтересован В том Чтобы было больше Работников А он заинтересован В том Что пусть они работают Хоть двадцать часов Но их что пусть Будет меньше Поэтому идут Сплошные переработки И по данным Газеты Российской На сегодняшний день У нас Рабочий день Не по закону А по факту Сорок восемь часов В России Сорок восемь А вы наверное Если поговорите С трудящимися Узнаете И больше И намного Посмотрите На вот этих водителей Наших микроавтобусов Там они не знают Где начало Где конец И едут Специально Там В республики Там Платят деньги Подъемные И платят им Потом Сто долларов За то Что ты Получишь Для себя И еще сто долларов Отправишь себе В семье А тут Ты живи без семьи И без чего И целыми днями Работай Работай Работают Лекция Требования Не осуществляем Вот Поэтому Вот это Самое главное Требование Которое Выработал Российский комитет Рабочих И нужно Ну как Его можно добиться На каком-то Крупном При хорошем Предприятии Где есть Мощная Союзная организация И хорошая организация Можем добиться И наоборот А если Малые Какие-то Организации А малые Вот они Потому и малые Потому что Малых Фанцев Мало Добиться И это понятно Почему Скажем Ленин Когда говорил О диктатуре Пролетариата Он говорил Что диктатура Пролетариата Оначает Что А именно Городской Фабрично-заводской Фабрично-заводской Пролетариат В состоянии Руководить Всей массой Трудящихся И эксплуатированных Во всей борьбе За полное уничтожение Классов А скажем И транспортные Рабочие И строительные Рабочие Потом Есть очень много Рабочих Которые Работают Истопниками Или сам Подносчиками В магазинах Рабочих полно На всяких Должностях Рабочих Где только Они Истопник Лыжной базы Какого-нибудь Университета Вы хотите Вы хотите быть Успешными Конфликтологами Я советовал И они Выиграли Ну так Вы сначала Выберите Объект Если вы Там Советуете Где Как ни Советы Ничего Не получается Значит Надо Понимать Что Может В других Ну наверное Надо Сядь И всем Прийти На работу В один Прекрасный День В университет Если все Придут Страшно Будет Смотреть Какая Сила Это же Другое Совсем Другое Дело Или Скажем Вот Медики Что Они Могут Они Должны Больного Весить Я Не Повезу Больный Умрет Что Это Можно Так Надо Понимать Что Есть Такие Специальности Вот Докером Например Нельзя Просто Запрещено Некоторые Вещи Делать И Надо Сказать Что Во Всех Забастовках По Закону Во Время Забастовки Работники Которые Осуществляют Забастовку Обязаны Выполнять Необходимый Минимум Работ А что Это За Минимум Вот Например Я Если Я капиталист Я считаю Что Вся Работа Необходила Мне Вот Так Как Минимум Ну А После Ряда Забастовок Уже Имеются Такие Централизованные Указания По Отраслевым Министерствам Где Необходим Меру Хоть То 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 Для инвалидов Там Для Кормящих Матерей Какие-то Идут Грузы Там Для Род Домов И так далее Для больниц То есть Надо Определить Или там Какие-то Грузы Для Оборонной Промышленности Которая Не требует Отлагательства И так далее И такие Печни Имеются Но По ним Сначала Идет Большой Спор При подготовке К забастовке Потому что Если Вы Проводите Переговоры В порядке Подготовки К забастовке По Перечне Необходимых Работ Во время Забастовки По необходимому Минимуму То вы Не согласились Вы тогда Можете Обратиться В суд Нет Сначала Вы можете Обратиться В администрацию Своего района Вы обратились Я имею Ввиду Тот Кто Организовывает Забастовку Если Администрация Не решилась Вопрос Можете Обратиться В суд Если суд Решит Как он Решит Так и будет Что считать Менем То есть Это может Предшествовать Забастовке Еще хождение По администрации По судам Не говоря уже О том Что еще Вы должны Обязательно Уведомить Муниципальный Орган власти О том Что у вас Будет На вашей территории Забастовка Спрашивается А зачем А так По закону То есть Если вы Не уведомите Потом вашу Забастовку Признают Суд Незаконный Почему А потому что Вы не уведомили Написано Уведомить А как уведомить Они специально Скрываются Чтобы никто Не пришел Им и не сказал Надо отловить Надо прийти В боем Чтобы со свидетелем Было Постараться Выручить бумагу А если не выручишь Бумагу Ну по крайней мере Иметь двух свидетелей Я таким свидетелем Был Мы ходили В униципальную Организацию Морской Берег С товарищем Федотом Чтобы он был Не один А тот Сказал Нет мы ничего Не видели А мы им Объясняем Что от вас Ничего не требуется Не надо Ничего писать Поняли Что это будет У вас Ну и все То есть Тут много Всяких Препон Установлено Но Так на то И для тех Для слабых людей Барьер Это для того Чтобы перед ним Лечь И заплакать От того Что я не могу Перепрыгнуть А для сильного Барьер Это для того Чтобы иметь Бег с барьерами И получить Развитие Мы все-таки Хотим вырасти Или мы хотим Быть вечно Слабыми Вот так Ставит вопрос Ну Неуклонно Продвигающееся Время Означает Что наша Сегодняшняя Лекция Закончена Вот А В противном Случае Мы уже будем Наступать на Свободное время Работников Это недопустимо Хотя По определению Свободного времени Свободное время Это время Для свободного Развития Если мы в это время С вами развивались Это у нас было Свободное время Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому